В нынешней тревожно-трагической общественной ситуации русские люди ищут способы физического самосохранения и возрождения своей духовно-культурной самобытности. Нам нужны новые идеи, идеалы, герои, обычаи и праздники, новая модель справедливого жизнеустройства общества, никоим образом не похожая на сегодняшний толпоэлитаризм, навязанный нам Западом. Мы отчетливо видим, что хваленая демократия западного образца – это вовсе не народное правление, а технология обмана простолюдинов. Во время выборов властных структур мы наблюдали хорошо срежиссированный спектакль, театр, блистательную показуху, аморальную и антинравственную по своей сути. Нынешние «демократические» выборы – это всего лишь купля-продажа, пустые посулы, корыстная и бессовестная игра в заботу о народе. Не будем перечислять несчастья, проблемы, несправедливости, наваливавшиеся на головы славян в 21 веке. Все мы их хорошо знаем. Но может ли быть иначе, если уже много веков мы живем не по своим исконным законам, а по римским и византийским, рожденным в недрах, рабовладения, с его антигуманизмом и презрением к человеку-труженику? Зададимся вопросом, существует ли альтернатива знаменитому римскому праву, широко используемому на протяжении многих веков европейскими государствами? Существует это народное славянское копное и вечевое право, прямое народовластие или народное самоуправление, тысячелетие бытовавшее в славянских землях и сохранявшееся на Руси до XVII века. Копное право – это совокупность народных юридических норм и обычаев, вобравшая в себя принципы, общинности, взаимопомощи и взаимовыручки соотечественников. К сожалению, из официальных письменных источников известно о древнем славянском праве совсем немного. Тысячи документов и книг, содержащих сведения о нем, были уничтожены рьяными христианизаторами Руси, заинтересованными в том, чтобы славяно-русы забыли свои исконные и справедливые общественные порядки. Чужая рабская идеология была навязана нашим предкам тысячу лет назад, так же, как навязывается она нам сегодня. Однако все же, сохранившиеся и чудом дошедшие до нас письменные источники, русско-византийские договоры X века, записки арабского путешественника Ибн Руста и арабского писателя Аль-Марвази, произведения в византийских авторах Льва Диакона и Константина Багрянародного, западноевропейские хроники, трактаты и анналы и другое, дают нам возможность реконструировать правовую жизнь наших предков. Пусть пока не во всех подробностях, восстановить картину корневого славянского мироустройства. Изучать древнерусское право нам помогают также работы ректора Киевского университета Иванишева, жившего в середине XIX века. «Замечателен и поистине бесценен для нас его труд о древних сельских общинах Юго-Западной России», в кавычках. К счастью, его и сегодня можно найти в крупных библиотеках страны. Иванишев исследовал основные принципы славянского права в сельскохозяйственных общинах Малороссии. Изучая многие тома древних актовых книг, немало интересных и ценных фактов можно найти и в книге русского историка Павлова Сильванского 1869-1908 года. «Феодализм в Древней Руси», изданный в конце XIX века. Приверженец арийской, в кавычках, теории происхождения славянской общины, он доказал глубокую ее древность, показал борьбу бояр с общиной, подчинение общины княжеской и боярской власти. Следы копного права можно найти в «правде русской», в кавычках. Письменном своде законов, появившимся на Руси во время Ярослава Мудрого. Из него мы узнаем о вечевом правлении на Руси. Бытописание казачьих общин, где существовало народное копное право, также помогает нам в исследовании отечественной правовой темы. КОПА – это народное собрание лучших представителей родов и семей, сходотаев, домохозяев, решавших жизненно важные для славянской общины вопросы. У сербов народное собрание и сейчас называется «СКУП», в кавычках. А высшим законодательным органом Сербии является народно «СКУПШТИНА», «СКУПЩИНА», в кавычках. Даже не языковеды и не лингвисты видят, сколь близки по смыслу однокоренные слова «КОПА», «СКОПИЩЕ», «КОПИЩЕ», «КОПИТЬ», «КОПНО», «СОВОКУПНОСТЬ». Другое название «КОПЫ», «ГРОМАДА» сохранилось поныне в украинском языке и означает оно «Общество», «ГОСУДАРСТВО». Участвовали в этих собраниях оседлые домохозяева, скадатаи, имевшие собственность на дело земли, семью и хозяйство. Их называли также судьями копными, мужеви, общие, общинные мужи. В Малороссии бытовало название «Панове мужове». Приглашались на КОПУ и люди из трех селений с соседней общины по одному или два. Назывались они «Сторонние», «Суграничные» или «Соседи околичные». Присутствовали здесь и старцы. Они не имели права голоса, но их мнение уважалось, их советом прислушивались. Женщины на народное собрание, как правило, являлись лишь по специальному приглашению для дачи свидетельских показаний. Собирались с ходатай в центре одного из сел, входивших в общину, или в Дубраве, священной рощи под открытым небом. В таких местах всегда были естественный или насыпной холм, и река, или озеро. Назывались места народных собраний копищами или коповищами. Народ на собрание созывался возжиганием костра или звоном колокола. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok